В борцовском клубе «Патриот» сегодня шумно, как никогда. Родители дошкольников и сами дети с нетерпением ждут начала открытого урока. Причина весомая. Ивантеевка стала 20-м городом, в котором реализовали новый проект Федерации под названием «Дошкольное дзюдо». Федерация дзюдо оказывает очень пристальное внимание детишкам, которые начинают заниматься в этом возрасте основным дзюдо. Они изучают уроки самостраховки, они в игровом стиле познают теорию, методику, что такое дзюдо. Они проходят обучение в духе дзюдо. То есть все заповеди, которые, собственно, дзюдо нужны для воспитания нормальной личности, они как раз это сейчас и познают в игровой форме. Проект был организован и предложен всем желающим тренерам Федерации дзюдо России в 2018 году. Основной площадкой для реализации стала спортивная столица нашей страны – Сочи. Проект настолько увлек желающих, что на сегодняшний день в нем принимают участие 20 городов и более 100 тренеров – от Калининграда до Владивостока. «Шагаем, шагаем, шагаем, шагаем. На коленочках побежали. Побежали на коленках быстро. Быстро, 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 быстро». Подготовка серьезная. Для участия в программе допускаются тренеры-преподаватели дзюдо, имеющие опыт работы по специальности от полутора лет, имеющие высшее или среднеспециальное образование. Также необходимо предоставить рекомендательное письмо от Региональной Федерации дзюдо с краткой характеристикой участника. В первую очередь, знание программы необходимо для безопасности детей. Чем уникальна эта программа? И до нас, конечно же, тренеры занимались с дошкольным возрастом. Но в том-то и опасность, что многие вещи тренеры должны знать досконально для того, чтобы не навредить дошкольнику в его физическом и психологическом развитии. Потому что мы, к сожалению, знаем примеры, когда не очень опытные, не очень порядочные люди открывают частные спортивные клубы и набирают детей с трех лет и начинают какое-то обучение. Федерация дзюдо России пошла иным путем. Проект включает в себя уникальные образовательные методики, практические и теоретические семинары, где тренеры могут повысить свою квалификацию, обучиться направлению именно преподаванию, подошкольной технике и не навредить, а сделать занятия правильными, интересными и насыщенными. Тренер клуба «Патриот» Руслан Кислов занимается с детьми более 14 лет. Он считает, что любовь к спорту необходимо прививать детям с самых ранних лет. Во-первых, это закаление, дети меньше болеют, они изучают разные акробатические элементы и в этом возрасте у них хорошо развивается растяжка, акробатика, они меньше боятся. И знаете, в этом возрасте, что хорошо, дети, когда им уже позволяешь бежать, они бегут, они уже радуются, они счастливы, они любят толкаться. Дети так проявляют свои эмоции и путем противоборства. Это для детей очень важно. И мальчики занимаются, и девочки, но особенно для мальчиков, это очень хороший вид спорта, чтобы проявлять вот эти свои силовые эмоции. Родители позицию тренера поддерживают. Папа 4-летнего Мирона, Антон Мясников, сам занимается силовыми видами спорта. Поэтому будущее сына уже распланировал. Следующей ступеньке для малыша будет боевое самбо. Осталось только чуть-чуть подрасти. Очень нравится тренерский подход. Руслан Сергеевич, Артем Игоревич, Александр Алексеевич. Грамотно подходят к воспитанию, поэтому это не ломает психику ребенка. Они занимаются ОШОП и проходят какие-то борцовские элементы. Занять ребенка полезным делом можно в любом возрасте. Самое главное – задать правильный вектор. И вот уже вместо телефона малыш в руках держит кимоно. Камила Клиновская, Евгений Аненко, Александр Корнеев, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.